Капабанга! С вами снова Мото Ниндзя и сегодня я расскажу вам топ 5 мото каналов, которые я определил для себя. Видео которых я смотрю с большим удовольствием и всегда жду новых выпусков. Я не стал присуждать им места от 5 до 1, поэтому расскажу про них в случайном порядке. Ну что, поехали? И первый канал, который мы посмотрим, называется Bike Freak Show. Парень живет в Америке, в городе Чикаго. Его зовут Тор и он снимает интересные мотовлоги на тему, как мотоциклисты относятся в Америке друг к другу, какие у них проходят мероприятия. Также Тор катается на КТМе, снимает внедорожные влоги. Можно найти интересные видео и полезные для себя, как правильно сидеть на спортбайке, чтобы не уставала спина. Видите рекламу? Вот Тора тут. Не посмотришь просто так. Я просто в шаг, я не хочу сказать, что это правильно. Это лучше, чем украсть у человека мотоцикл, украдить его бизнеса. Реально, потому что бизнес все равно покрыт страховкой. Это во-первых. Во-вторых, этот бизнес закроется и вам, мудакам. Что мне нравится у Тора, то что у него есть отдельная рубрика мода трассляшек, где он рассказывает и комментирует видео, как правило, на англоязычные. И с разбором ситуации. То, что это очень на самом деле круто и полезно, потому что с моим знанием английского мне смотреть какие-то видео на английском было бы не так удобно и было бы сложно переводить одновременно. Именно по этим причинам Тор в моем списке ТОП-5 каналов. Поехали дальше. Следующий мото канал в моем списке это канал в шлеме. Здесь мы можем найти видео на такие темы, как защитить мотоцикл от угона, как правильно обходить в повороты, как правильно тормозить или как экстренно тормозить. Но помимо этой большого объема полезной информации, также ребята стараются выпускать развлекательные видео, чтобы мы подписчики получили твою порцию эмоций. А, типа спорт-турист. Прикольно. Спорт-байк. Ну, типа быстрая девушка. О, а что этот, интересно, порованный грязный парень? А, эндуро, понятно. Слеме числится в списке ТОП-5 каналов, которые я смотрю, потому что я для себя, очень много оттуда получаю полезной информации. Ну и можно иногда просто поугарать. Следующий канал у нас, канал Алексея Коровина. Это был очень удивительный человек и очень смелый, потому что проехал очень много стран. Потом из путешествий он проделал путь от Харькова до Сиднея, Австралия. А это больше 30 тысяч километров. Была засада Талибов, блядь, сейчас за мной гонятся. Чем меньше планирования, тем больше приключений и приятных неожиданностей. Поломка мотоцикла может прирасти в невероятное знакомство, а нечаянное падение в бесплатный отдых в отеле с видом на море. Этот канал будет полезен тем, кому нравится мотопутешествие и кто собирается в ближайшем будущем ехать куда-то на мотоцикле, потому что здесь также есть советы начинающим мотопутешественникам, что брать с собой, куда ехать, как ехать, на чем ехать. То есть очень познавательно. Встречи с удивительными людьми, какие-то завораживающие истории, что может случиться с вами в путешествии. Причем самое интересное, что Алексей всегда путешествовал один на последних своих мотопутешествиях, которые снимал. Поэтому если нравится мотопутешествие, заходи на канал. Следующий канал нашей рубрики это канал Медеса. Это немецкий мотогойщик, который снимает красивые видео, как он катается на треке, как он просто катается на природе. Также Медес ведет мотоблоги с субтитрами, поэтому его стало смотреть еще интереснее. Канал Медеса является для меня таким эталоном качества, поэтому делая какое-то видео, я всегда ориентируюсь и хочу сделать так, как делает он. Потому что это очень круто. Катается Медес на литровом Fireblade ориентировочно 2004-2007 года. Нет, но видео у него просто классное, вы просто посмотрите на это. Круто, ничего не скажешь. И последний мото-канал, который попадает в мой список топ-5, это канал Street Rider. Наверное, уже многие знают, что это за человек. Если же нет, то давайте я в двух словах расскажу. Это украинский парень, который катается на Хонде Fireblade. Также ориентируюсь на 2004-2007 года. Это такая же Хонда, как и у Медеса. Если тебе нравятся какие-то прикольные влоги или какие-то незамысловатые обзоры ремотиков и просто прикольные видюхи, то если ты еще не заценил его канал, то рекомендую это сделать. А также трайвер снимает серию видео эскапизм, которые чем-то напоминают мне видео Медеса, за что собственно я и ставлю отдельный лайк, потому что они получаются очень даже вполне красивыми. Итак, ребята, топ-5 мото-каналов, которые я смотрю, закончен. Я не стал распределять эти каналы по местам, кто занял первое или последнее место, потому что эти каналы по-своему крутые и сравнивать их просто невозможно. А если тебе понравилось, напиши в комментарии, какие топ-5 мото-каналов смотришь ты. А с вами был Мотониндзя, увидимся в следующих видео. Пока!